Знаете ли вы, что существуют определенные признаки, которые мы должны принимать во внимание, когда вовлечены в отношения с кем-то, кому испытываем чувства? Задумывались ли вы о своих отношениях? Возникали ли у вас сомнения насчет этого? Итак, иногда Бог посылает знаки, указывающие на его неодобрение некоторых людей, с которыми мы имеем отношения. Эти отношения могут привести к зависимости, страданиям, многим слезам и печали. Они также могут поколебать нашу веру и отдалить нас от того, кем мы действительно являемся. Сегодня я хочу поделиться пятью признаками, которые указывают на то, что Бог не хочет, чтобы ты был с некоторым человеком. Слава Богу! Он посылает нам знаки все время, это его способ общения с нами. Поэтому так важно иметь эту близость с ним. Чем ближе мы к кому-то, тем больше этот человек раскрывается перед нами, и то же самое происходит с Богом. Чем больше мы позволяем ему войти в нас и доверяем ему, тем больше он раскрывается. Он будет посылать знаки. Поэтому говорю, что Бог видит твое внутреннее. Он видит твое сокровенное. Нет смысла скрывать от него чувства, слезы, действия, потому что он видит все. Но Бог добр, любящий, прежде всего уважителен. Он уважает твою волю. Поэтому, если ты открыт к этим знаком, если желаешь их видеть и просишь его, он покажет тебе, что нужно увидеть. Мои братья и сестры, имейте в виду, что Бог не оставляет нас. Когда он видит, что наши глаза не открыты огнем Святого Духа, даже вопреки нашей воле, он пошлет знаки. Однако в таких случаях они могут быть более поздними и болезненными. В этом случае он хочет, чтобы ты извлек урок. Да, иногда мы проходим через страдания, которые Бог допускает, но он знает, насколько мы можем это выдержать, чтобы мы вернулись к нему и увидели знаки, которые он постоянно посылает. Любовь иногда обманчива. Я это утверждаю. Иногда Бог посылает нам знаки, чтобы мы знали, чего он желает для нас. Область любовных отношений – это то место, где враг работает на нашем разуме, чтобы нас атаковать. Заметил ли ты, что иногда, когда мы вступаем в отношения, мы ослеплены поверхностной любовью и не видим истинную природу человека рядом с нами? Поэтому я искренне прошу тебя внимательно прислушаться к сегодняшнему посланию, ведь многие из нас переживают разочарование и трудности просто потому, что не способны распознать знаки Бога в нашей жизни. Если тебе интересна эта тема, присоединяйся к нам. Без твоей поддержки мы не сможем продолжать распространять Слово Божие, если отношения не основаны на истинной любви. Мы – армия солдат Христа. Оставь в комментариях, я – часть армии Христа, чтобы подтвердить свою приверженность Богу. Первый знак, который Бог нам посылает – это когда отношения не строятся на истинной любви. Иногда мы с кем-то по любой другой причине, а не из-за подлинной любви. Это знак того, что Бог не одобряет эти отношения. Бог есть любовь и поощряет нас по-настоящему любить друг друга, а не из-за того, что другой человек обладает в материальном плане. В Евангелии от Марка, глава 12, стих 31, написано, что важно любить ближнего, как самого себя, и нет заповеди выше этой. Да, сам Иисус сказал это. Когда ты любишь кого-то и неискренен с этим человеком, или когда этот человек неискренен с тобой, эти отношения не имеют одобрения господа. Есть отношения, в которых люди выбирают партнера по поверхностным причинам, таким как красота, количество денег, которые человек имеет, или даже то, что подумают друзья. Братья и сестры мои, поймите, что это не одобряется Богом. Если выбираешь партнера, основываясь на этих критериях, знай, что это само по себе знак того, что Бог не одобряет эти отношения. И если ты христианин и верующий в Бога, если это уже приходило тебе в голову, знай, что это атака врага, потому что так он действует, толкая тебя к непослушанию законам Бога. Взамен он дает тебе отношения, основанные только на красоте, деньгах и интересах, которые не являются христианскими. Эти отношения не продлятся, потому что красота исчезнет однажды, а деньги, плохо использованные, являются источником раздора. Верите ли вы, мои братья и сестры, что любовь останется? Нет, любовь тоже исчезнет. Но прежде чем это случится, враг ее разрушит. Он не проходит через твою жизнь, не оставляя следов. Поэтому не позволяй ему входить, не открывай дверь, тем более дверь своего сердца, потому что твое сердце, как и вся твоя сила, так же вся твоя слабость. Напиши, Бог верен. Заметь, что написано в Иеремии, глава 17, стих 9, лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его? И в притчах, глава 4, стих 23, больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни. Размышляя над этими отрывками, ты поймешь важность охранения своего сердца. Второй знак, который Отец пошлет тебе, и который он хочет, чтобы ты увидел, это когда отношения негативно влияют на твои отношения с Богом. Это очень важно, так как отношения, которые не ставят Бога на первое место, приносят неуверенность и даже ложное чувство безопасности, характеризующиеся зависимостью. На этой стадии отношений ты веришь, что не можешь жить без этого человека, и даже если это отдаляет тебя от Бога, твой разум найдет благоприятные причины для продолжения этих отношений. Важно видеть, куда ведут твои отношения с этим человеком, и чем больше ты приближаешься к нему, тем дальше ты отдаляешься от Бога. И это еще хуже, если ты чувствуешь себя комфортно с этим. Поэтому слушай голос Святого Духа, ибо Бог не удовлетворен этими отношениями. Мы были созданы, чтобы славить Бога, и наши отношения с Ним должны быть на первом месте. Когда мы христиане, верующие в нашего Отца, и такой тип отношений появляется в нашей жизни, это нас беспокоит, так как отдаляет от говорения, чувствования и действий в соответствии с волей Бога. Этот дискомфорт является ясным сигналом с небес. Третий сигнал заключается в том, что в отношениях ты чувствуешь, что заслуживаешь чего-то лучшего. У тебя всегда будет ощущение, что ты заслуживаешь большего. Ты знаешь, что эти отношения нехороши, но у тебя нет сил выйти из них. В такой ситуации Бог действует, показывая тебе знаки. Часто Он показывает нам, что мы могли бы иметь, чтобы мотивировать нас отказаться от того, чего Он не хочет для нас. Другими словами, иногда Бог покажет тебе отношения, которыми ты можешь восхищаться, здоровые христианские отношения, которые есть у другого человека, чтобы напомнить тебе, что возможно для тебя, если ты последуешь знаком Бога. Наблюдая за другими благословенными Богом отношениями, ты также стремишься к ним. Ты должен понимать, что, как сын или дочь Бога, заслуживаешь лучшего. Ты должен быть осведомлен о том, что заслуживаешь лучшего, независимо от того, что ты сделал в своей жизни, независимо от того, что ты пережил, несмотря ни на что, ты заслуживаешь лучшего. Единственное, что тебе нужно сделать, это покаяться и вернуться к Богу, если считаешь, что сделал что-то, что не заслуживает его любви. Не важно, что тебе скажут другие однажды, не важно, какие слова ты услышишь, ты заслуживаешь лучшего. Не верь насмешливым голосам. Ничто в мире не может изменить историю, которую Бог написал для тебя, для твоей жизни, для твоих отношений. Четвертый знак – это когда человек становится для вас важнее, чем Бог. В книге Исход, глава 20, стих 3, Библия говорит, чтобы у нас не было других богов перед ним. Любой человек, которого вы ставите выше Бога, становится идолом. Многие скажут, но я люблю Бога больше, чем кого-либо, но, как я сказал в начале, наши сердца и наши чувства обманчивы, и через них враг может использовать вас, чтобы все больше и больше отдалять от слова и поступков Бога. Под обманчивой любовью вы можете вести себя так, как Бог не одобряет, и это отдаляет вас от Его божественной милости. Истинный признак того, какое место вы отводите Богу в своей жизни, можно узнать по тем льготам, которые вы Ему предлагаете. Любите ли вы кого-то до такой степени, что ставите его в центр своей жизни, выше всего, даже Бога? Если ответ «да», то это знак предупреждения, что вас обманывают. Иногда, если вы служите Богу, вам придется отказаться от своих отношений в пользу Отца. Яркий пример, когда верующий должен посетить христианскую службу или быть в присутствии Святой Троицы, и может случиться так, что ваш парень или девушка не одобряют это или считают, что это может подождать. Именно здесь вступает в силу ваше решение. Вы должны обратить внимание на эти детали в отношениях и не отступать от своей цели. В зависимости от вашего решения, становится ясно, что вы ставите Бога на первое место в своей жизни и сердце. Если выбираете Бога, вы на правильном пути, так как, скорее всего, у Него есть что-то лучшее для вас. Но если выбираете отношения, которые не ведут никуда, то ваши духовные глаза противятся заповедям Бога, и Он никогда не благословит отношения, которые вы ставите выше Него. Очевидно, что эти отношения возникли только для того, чтобы принести страдания и проклятия в вашу жизнь. Пятым признаком является то, что отношения становятся токсичными. Любые токсичные отношения не могут быть от Бога. Послание Иакова, глава 1, стих 17, говорит нам, что все хорошее и совершенное – это дар от Бога. В Библии описаны оскорбительные отношения, что означает, что они существуют уже много лет. Авигея была замужем за своим оскорбительным мужем Навалом, который был описан как грубый, оскорбительный и злой теме, кто его хорошо знал. В этом случае он был токсичным человеком. У нас также есть пример Далилы, токсичной женщины, очень амбициозной, которая использовала любовь Самсона, чтобы предать его, как упомянуто в книге судей, глава 14, стих 16. Далила постоянно домогалась его и манипулировала его доверием, ясно демонстрируя токсичные отношения. Братья и сестры, если вы находитесь в оскорбительных отношениях, важно искать помощь и уезжать из этой вредной среды. Помните, что Бог хочет, чтобы у вас были здоровые отношения, основанные на любви, уважении и взаимной заботе. Не соглашайтесь на меньшее, потому что вы драгоценны в глазах Бога и заслуживаете отношений, которые отражают его доброту и благодать. Это еще один пример того, как мужчины и женщины могут быть токсичными и причинять вред партнеру. Согласно Библии, действия эмоционального жестокого человека являются греховными и неугодны Богу. Наш Небесный Отец, который глубоко нас любит, не позволит вам оставаться с тем, кто плохо с вами обращается. Бог верен нам и заботится обо всем, что касается нас и не желает нам зла. Это включает наше психическое и эмоциональное здоровье. Мы должны обращать внимание на знаки, которые Бог нам посылает. Важно молиться, когда появляются эти знаки, чтобы понять, что Бог хочет сказать. Помните, что, когда вы доверяете свои планы Богу, Он всегда направит вас на правильный путь. Вкратце, это сообщение говорит о том, как Бог обращается к нам через знаки. Если эти знаки неясны тебе, если ты не можешь увидеть знаки Бога в твоих отношениях, успокой свое сердце, ибо в тишине заложены слова Отца. Я уверен, что ты услышишь, потому что в большинстве случаев знаки ясны. Подумай, я уверен, что ты знаешь, когда отношения следуют указаниям Бога и когда это не так. Мы не невинны в этом мире. Бог дал нам способность различать, что правильно и что неправильно. Враг может действовать в твоей жизни только если ты позволишь. Если ты позволяешь кому-то войти и разрушить твою веру, отдалить тебя от твоих жизненных целей, разрушить твою самооценку и удалить тебя от Бога, тем самым мешая тебе иметь отношения с Ним, тогда, когда ты это поймешь, может быть уже слишком поздно. Помни, что у Бога есть чудесный план для твоей жизни и твоих отношений. Не соглашайся на меньшее, чем Он приготовил для тебя. Положи свои отношения в руки Бога, позволь Ему направлять твои шаги и доверяй Его любви и заботе. Он всегда желает для тебя самого лучшего. В этот момент наш божественный маяк должен быть настроен. Бог пошлет знаки. Если тебе кажется слишком трудным распознать их самому, не стыдись. Признай свою слабость перед Богом, и Он снимет повязку с твоих глаз и даст силу оставить те отношения, которые Он не одобряет. Знай, насколько может быть обманчиво наше сердце. Иногда мы привязываемся к кому-то, не понимая почему. Чувства, такие как одиночество и необходимость, заставляют нас верить, что мы не можем позволить кому-то уйти из нашей жизни. Низкая самооценка заставляет нас верить, что мы никогда не найдем другого человека рядом с нами, храня в себе вещи, которые знаем только мы. Поэтому я здесь не для того, чтобы судить тебя, я никогда этого не сделаю. Я знаю, что ты слышал много вещей, которые тебя ранили, и я знаю, что ты тоже совершал ошибки. Я знаю, что многие раны открыты и еще не зажили. Я знаю, что иногда мы думаем, что человек, который находится с нами в этот момент, будет тем, кто исцелит эти раны. Но мне искренне хотелось бы, чтобы ты держал в уме и в своем сердце, как верующий христианин, что Бог знает все это и не заставляет тебя пройти через все это зря. Попроси у Бога быть чувствительным к Его словам, и если Он даст тебе один из этих знаков, отпусти, даже если это больно, даже если это разрывает твою душу и слушай голос Святого Духа. Святой Дух говорит тебе, у меня есть нечто лучшее для твоей жизни. Надеюсь, ты сможешь увидеть все эти знаки, что у тебя будет сила.